Добрый день, дамы и господа! И вновь мы продолжаем путь в творчество, в прекрасное творчество, в творчество художника. Но знаете, сегодня работы, которые вы увидите, это, наверное, творчество каких-то высших сил. Мы часто с вами задумываемся, что мы есть в этом мире. И самое главное, что такое душа. Вот часто говорят, у человека хорошая душа. Она что, отдельно от человека существует? Она как-то осязаемая? По-разному говорят маги, по-разному говорят колдуны, по-разному говорят ученые. И все равно о душе. Говорят, по-моему, всю ту жизнь, которая существует, это планета. Я не могу сказать ни да, ни нет. Я не знаю. Но вот на днях я получила снимок своей ауры и своей души как бы. И там летал ангел. Правда ли нет? Сказать не знаю. Поэтому я со всеми вопросами обращаюсь сегодня к уникальной женщине. Ее зовут София Бланка. Итак, София, что же такое душа? И есть ли она? И как ее увидеть? Чуть назад. Я вам могу ответить на этот вопрос следующим образом. То, чем я занимаюсь, кирлянография, это наука, которая помогает увидеть невидимое излучение человека. Аура, о которой говорят и знают многие, это одеяние духа. Это уникальное определение дал когда-то Николай Константинович Рерих. Если у человека хорошая нравственность, если он предан другим, если он любит мир, если он интеллигентен, интеллектуален, то у него прекрасная аура. Ну, понимаете, София, ну что значит интеллигентен, интеллектуален, любит мир? А ведь есть люди, которым не за что любить этот мир. У них не хватает интеллекта. Может быть, он так не интеллигентен, но он добрый человек. Что, ауру мы около него не наблюдаем? Аура – это данность всех людей, всех абсолютно людей. Но аура светлых людей отличается особой красотой. И если мы с вами посмотрим на кирляновские снимки, в частности, вот на этот замечательный снимок, то мы видим прекрасную ауру, и это аура замечательного человека, которого я знаю много лет. Аура отражает очень многое. Но прежде всего, духовное здоровье. Человек может быть малообразован, но он хороший, он открытый, он отзывчивый. А что излучаешь, то и получаешь. По закону подобия, который существует в тонком мире. Ну, то есть можно эту русскую народную поговорку как аукнется, так и откликнется, применить к нашей ауре? Наверное, наверное. Аура – очень интересное явление, и уникальность того, чем я занимаюсь, состоит в том, что прибор, на котором я работаю, регистрирует не только ауру, но и различные внутри и вне полевые структуры. То есть, иначе говоря, это регистрация невидимых форм жизни. Интересно то, что эти формы присутствуют внутри нас, и в народе есть такое понятие – одержание. Так вот, кирляновские снимки показали, что одержание, то есть внутри человека, подселенная сущность, может быть и позитивное, и негативное, не обязательно со знаком минус. Ну, конечно, вот вы говорите невидимое, но вы-то её видите, я-то получила снимок своей ауры, и даже там то ли ангелы летают, то ли какая-то моя защита. Но вы мне точно сказали, что у меня сглаза нет, аура моя не прорвана. Откуда вы, София, всё это видите? Значит, я работаю с кирляновским аппаратом 12 лет. Кем он изобретён? Этот аппарат изобретён Семёном Давидовичем Кирляном в 1939 году, он из Краснодара. В 1939 году? В 1939 году? Тогда было возможно видеть ауру, почему мы её не видели? Тогда можно было уже регистрировать ауру, но только ауру. А вот 4 года назад меня судьба свела с человеком, который инженер, конструктор, электронщик. И буквально при первой нашей встрече он меня попросил, дай мне какое-то поручение. Я, в общем-то, не знала ещё его уровня. А в это время у меня просили кирляновский аппарат, мои российские друзья. Простите, я перебью. Откуда он вам попал, этот аппарат? Ко мне он попал. Здесь, в Америке, я его купила. То есть он продаётся? Он продаётся. Ну, надо же уметь пользоваться. Он очень несложен в использовании. Я купила американский кирляновский аппарат и работала на нём 8 лет. А 4 года назад я встретила человека, причём Господь поселил меня с ним в одном доме. И этот человек этот аппарат модернизировал. И именно благодаря чувствительности этого аппарата стала возможна и регистрация не только ауры, но и различных внеполевых структур. Вы видите, что здесь не только аура. А что ещё? То, что мы с вами видим, это живопись природы, друзья мои. Это невидимая живопись природы. Это искусство природы. А только аппаратом можно это увидеть? Только аппаратом. Ну, есть люди, у которых открыто ясновидение. А вы верите вот этим ясновидящим, гадалкам, магам? Я не верю. Гадалкам не верю. Не верите, да? Нет. Магам не верю. А то, что... Почему магам не верите? Маги – это наука. Есть всякие маги. Но то, что ясновидение, реальный факт, вот здесь сегодня гости, которые видят поле. Алла Гинсбург, главный редактор журнала «Мысль», и это уже о многом говорит. «Мысль» ваша о Софии Бланк. Что вы думаете? Я думаю, то, что это не бывает ничего случайного в этой жизни. И моя встреча с Софией Бланк была тоже не случайной. Когда мы с ней увиделись, мы сразу потянулись друг к другу. Мало этого, у нас возникла почти одновременно мысль создать журнал. «Мысль». «Мысль», который мы и создали. Вот уже выходит скоро четвертый номер этого журнала. И вокруг нас собрался очень интересный интеллектуальный цвет, я бы считала, не только Бруклина, но к нам едут и сквейнцы, русскоязычные люди, которых хотят вот этого общения. Общения необходимого нам. Общения на высшем разуме. На высшем разуме. И действительно, это эзотерический журнал. Поэтому ваше замечание абсолютно закономерно. Здравствуйте, меня зовут Людмила Томашевская. Я сейчас перевожу книгу Софии Бланк об этих замечательных явлениях, которые она фиксирует на пленку. И чем больше я углубляюсь в эту книгу, тем больше я чувствую, насколько это связано с тем, чем занимаются индейцы, индейцы Америки. Мое имя Надежда Антонова. Я хочу сказать, что во все времена человек себе задавал вопрос, кто я есть, зачем я пришел в этот мир, какова моя миссия на земле. И вот София Бланк – это славный, просветленный человек, который несет нам это знание, познать, в чем же сущность человека, познать человеку самого себя. И ее книги, написанные очень доступным, понятным для простых людей языков, о науке, они учат человека, как жить в гармонии с собой, как жить в гармонии с окружающим миром, и как помогать планете в это трудное время выживать. Кирляновский аппарат регистрирует четкое усиление поля стабильное по молитвам. Причем, если человек повторяет молитвы разных религий, христианские, иудейские, исламские, буддистские, то его аура растет гораздо больше, чем если он повторяет только христианские. То есть, вы понимаете, тысячелетиями людям в мозги, в интеллект, в книги вкладывали то, чего нет на самом деле. Нет антагонизма между религиями. Это все надумано. Это все привнесено в интерпретацию религии для того, чтобы притянуть к кормушке со стороны, допустим, священников той или иной религии. Кирляновский аппарат показал, антагонизма реального не существует. Кирляновскому аппарату не свойственна ни конъюнктурность, ни галлюцинации, ни выдумки. Он регистрирует статус-кво. И если аппарат, физический прибор, регистрирует, что по молитвам разных религий аура растет гораздо больше, чем по молитвам одной религии, значит, так оно и есть. Бог один. Мне пришлось читать одну удивительную книгу. Эта книга называется «Календарь спасения души». И эту книгу написали люди, которые контактируют с высшими существами. Они были у меня в Орле, были моими гостями. И контактеры, да? Они писатели. Он кандидат физических наук. Она программист. С Халима Байрамукова и Александром Громаковским. И в этой книге они передают свой диалог с пророком Магометом. Они у него спрашивают. Ну, ты поможешь тем, кто к тебе обратится к представителям ислама. Да, говорит, представителям ислама я помогу один раз. Но если ко мне обратиться и навериться, я помогу пять раз. Почему? А потому что, если у человека веротерпимость, толерантность, гуманизм, интеллект открыты настолько, чтобы принимать религии разных направлений, чтобы относиться с любовью к представителям разных направлений, то этому человеку помогают все силы. Помогают эти силы и мне. Я это очень чувствую, понимаете? Я это очень чувствую. София, большое вам спасибо. И я хочу, чтобы эти силы помогали вам, помогали нам, помогали всем людям, живущим на земле. Спасибо вам большое. И то, что сегодня прозвучало в передаче, вы знаете, это неповторимое. Я такого никогда не слышала. Думаю, что наши телезрители тоже спасибо. Думаю, наша встреча не последняя. Спасибо, спасибо. И я очень желаю всем тем, кто видит это, почитать книги, получить правильное понимание, расширить свое мировоззрение. Мы всего этого не видим, но это реально. И весь невидимый мир с нами взаимодействует. Мои книги посвящены тому, чтобы показать людям, как гармонично, с пользой для себя и окружающих, взаимодействовать с окружающим миром, как помочь детям, как помочь всему миру, как мыслью, энергией, любви, помогать всем, те, кто рядом и те, кто далеко от нас. Ну вот я прицеплюсь к той фразе, которую сказала София Бланк, что аппарат Кирлианова видит нашу ауру и видит то, что с нами происходит, а простой аппарат не видит. Ну, я смогу ей немножечко возразить. Вот аппарат Владимира Андрея увидит все. А самое главное, что Владимир Андреев и с аппаратом, и без аппарата видит хороших людей и ту команду, которую он собрал вокруг себя, туда входит и София Бланк. И я хочу спросить, Володь, вот среди художественных фотографий, документальных фотографий, вот есть еще фотографии, то, чего вокруг нас, то, к чему мы стремимся, к этому познанию. И никогда, наверное, не сможем познать. Как ты относишься к работам Софии Бланка? К работам Софии Бланка я отношусь совершенно странно. С одной стороны, я многое не понимаю, но я вижу одно, что они действительно есть отражение человеческой души. Как это ни странно. Когда мы видим живопись, абстрактную живопись, мы видим разнообразие цветов, разнообразие оттенков черно-белых, то мы же смотрим на эти картины. Так и кирлянский аппарат отслеживает вот эту энергетику поля, которая дает вот эту картину, картину души. Но ты включил вот ее работы в свою выставку, и все время на каждой твоей выставке есть работы Софии Бланк. Почему? Почему? Мы попробовали первую выставку, которая была в Талдоме Московской области. И как-то не странно, я убедился в одном, что работы и книги Софии Бланк, и тем, чем она занимается здесь, хорошо, очень известной в России. И на открытии выставки в Талдоме даже одна женщина, не помню ее фамилию, она прочитала такую небольшую лекцию о том, что делает София Бланк в Америке. И чем это полезно сегодня для российских людей, которые изучают это все. Это упрек для нас, потому что я так думаю, что не все наши телезрители знают, чем занимается София Бланк. Но во всем случае мы с тобой донесем это в массу. Дорогие мои, мы сегодня присутствовали в очень необычной обстановке. Эта передача, я думаю, даст толчок любви. Любви ко всему ближнему, что нас окружают, как сказала София. Молитесь, не сквернословьте, любите друг друга, стремитесь к помощи. И главное, чтобы не было вражды. Вот это самое главное в жизни. До следующей нашей встречи.